Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Хасл Касл. Так, Дональд прославленный, что-то у нас тут поет. Никто Оливию не видел, я хочу показать ей как изменился замок за то время, пока она была в плену. Не забудь упомянуть, кто в замке строит, а кто только ломает и пачкает. Нет, я серьезно, где принцесса? Ее нигде не видно. Оливия предпочла уехать со мной, это ее выбор, пожалуйста, не мешайте нашему счастью. Уранус, это что за чепушила такой, я так понимаю, что он, ребята, себе подтачивает ногти? Знаешь, он мне напоминает готы какого-то. Ладно, поехали. Что? Что-то я не понял. И я не понял. Сэр, в захваченные вами земли вторглись враги. Найдите место вторжения на карте и прикажите войскам атаковать противника. Ух! Так, ребят, я прекрасно понял, я всегда читаю ваши комментарии, и вы мне писали все очень многие, что открылось обновление, ребята, новой карты, новой территории, поэтому сегодня мы с вами туда и пойдем. Так, что у нас здесь? Ага, это я помню, это я смотрел. Так, обновление игры. Ага, вот, ребят, вот, вот, расписано все. Милурды и миледи, пока разработчики трудятся над героями и кооперативными походами, принцессу похитили, а это значит, что вас ждет умопомрачительное продолжение сюжетное путешествие по новым зонам, борьба с безумными злодеями и их приспечниками. Невероятные приключения доступны для всех игроков, которые прошли зону под названием Проклятые земли. Первый апреля, всемирный день смеха, отличный повод, как следует повеселиться и отметить праздник новым событием. Ожидайте грава у ворот ваших замков вместе с уникальными костюмами и боевым снаряжением. Ну, опять рулетка, стопудово. Исправленная ошибка, из-за которой могла не срабатывать способность мгновенного убийства на сфере сосредоточения гнева. Также был увеличен порог срабатывания способности и лечение, получаемое при использовании руны. Ну, у меня руны не было, поэтому я не за, ребят. В бухту самоцветов был добавлен новый наемник-стрелок Владимир Кэррот. Крайне опасный и безумно сильный. За умеренную плату готов любому помочь в бухте, справиться даже с самым сильным соперником. Отлично, понятно. Но меня на данный момент, ребята, интересует... Ну, никак не реклама пока. Интересует новая, естественно, локация. Сейчас я здесь, вот, ребят, сундучок заберу, с вашего позволения. Но, знаете, что хочу сказать? У меня, ребята, нету премиум-аккаунта, поэтому у меня скорость 1. Я не знаю, может быть, купить. Где у нас там премиум? Кстати, берется-то, я уже забыл. Серьезно. Потому что на одиночном проходить, это как-то не особо. Вот, ребят, премиум закончился. Продлить, сколько он стоит? На 21 день 149 рублей. Поэтому я, пожалуй, куплю. Так, ну что, ребята, забрать награду 21 премиум. 21 день премиума. Так, это моя награда, все никак не забуду ее забрать. Так, ну что же. Этот несуразный тип похитил нашу принцессу? Разведчики говорят, что он ушел в направлении пещер, в которой открывается проход из дворца повелителя бездны. Твои слова ранят. Больнее меча, полководец. Я не похищал принцессу. Мы с ней любим друг друга. К тому же, зачем быть столь жестоким и называть меня несуразным? Я бы никогда не обидел тебя таким эпитетом. Друзья, все, что говорит Уранус, правда. Пожалуйста, не мешайте нам. У нас любовь. Это не может быть правдой. Принцессу заколдовали. Мы освободим тебя, Оливия. Так, ну что, вот карта, ребят. Вау. Пещеры страха, да? Ну. Ё-ка, ну ничего себе тут. Просто утыкано все картами. Ребят, откуда мы начинаем с вами? С темного закоулка, да? Иди откуда. Да, с темного закоулка мы начинаем. Ух. Ух ты. Новые ребята здесь монстры у нас. Ну что же, в бой. Подожди, в бой. Хотя, да. Премиум активирован. Все, да. В бой, ребята. Побежали, хоть там и просили меня добавить магию. Но я пока попробую и без этого справиться. Подожди, подожди. Так слишком быстро. Вот так вот хочу. Шикарненько. 1-0 в мою пользу. Воу, воу. Неплохо, солидно. Отлично, великолепно. Так, ну что же. Хватит преследовать меня и мою возлюбленную. Если у тебя доброе намерение, кто бы ты ни был, расскажи, кто ты и куда уводишь нашу Оливию. По определенным причинам я не могу рассказать вам о себе, но уверяю, что я отличный парень и лучший жених для Оливии. Он точно затеял что-то плохое. Моя интуиция еще ни разу меня не подводила. Нам нужно как можно скорее вернуть принцессу в замок. Так, а с тобой, Уранус, я разберусь лично. Ты мне все расскажешь, когда я тебя поймаю. В тебе так много страсти, полководец. Что ж, попробуй поймать меня. Эй, я не шучу, ясно? Ха-ха-ха, Дональда, как зацепило-то, а? Нет, ну на самом деле, ребят, там какой-то слащавый чувак. Тем более, на физиономию как ГОД. Я ничего против ГОДов не имею, ребят, но... Просто... Надеюсь, многие поняли, да? К чему я веду намек. Так, ну что же, один из тридцати против... Это пещеры страха. Тут у нас очень такая плодовитая карта. И если столько же будет здесь уровней, это будет просто шик и блеск. Ну что же, у нас мрачный, ребята, переход. Мрачный переход. И мы идем с вами, конечно же, в бой. Хотя надо было, наверное, магии добавить. На все... О-о-о-о-о! Смотри, какие шрамированные крысы. Не понял? Так, секунду, ребятуля, это что за фокусы такие? Они игнорируют просто моих бойцов. Они идут на пролом. И крепкие довольно-таки. О-оу, о-оу. Так, ребят, ну хорошо, что у меня команда вроде более-менее сформирована. И я даю достойный отпор. Хм. Но дальше будет сложно. Так, отлично. Отлично, ребята. Вот что мне нравится. Сэр Мол? Музыка. Только она расслабляет меня. И возвращает душевный покой. Обожаю клавишные. Ну, что за звуки вклинились в мелодию? Голоса наверху. Я часто слышу голоса. Ну, что за звуки вклинились в мелодию? Голоса наверху? Я часто слышу голоса. Но на этот раз мне не показалось. Кто-то хочет проникнуть в мои пещеры. Спокойно, сэр Мол. Это я, Уранус. Ты не один? Кто это? От нее странно пахнет. Подозрительно пахнет. Хм. Пахнет. Тут только от тебя. А у меня лучшие в королевстве духи. Оливия, ну ты молодец. Ты малорик. По-другому не скажешь. Так, я очень рад, ребята. Тут, короче, сэр Мол. Это, видимо, крот. Который сидит у нас в пещерах. И мы проходим именно через его пещеры. Точнее, Уранус бежит через его пещеры с этой самой Оливией. Да, смотрите-ка, крысы. У них почему-то, ребята, прищепки на носу, видимо. А, они несут тухлый сыр. Слушай, ну, довольно прикольно. Так, Милорд. И да, я хочу добавить анимацию. Давай вот это вот возьмем. А что это у меня такое? Что это? А раньше не было же такого, по-моему. Ладно, фиг с ним. Пускай будет. Я еще целую кучу здесь, ребят, приготовлю. С вашего позволения, как всегда. Так, и я чувствую, пока мы с вами до босса дойдем. Это сколько серий надо будет мне снимать, ребят. Я серьезно, я не шучу. Вы посмотрите на эту просто огроменную карту. Сколько здесь эпизодов. Причем, смотрите, через какие-то определенные эпизоды у нас будут сундуки. То есть, это... Оу. А, тут еще боссы будут. Тут босс будет. И тут два босса. То есть, здесь, скорее всего, будет Крот. Или тот самый Уранус. Короче, либо здесь, либо здесь. Крот и Уранус. Да, они, наверное, скорее всего, вдвоем будут. Или же все-таки Уранус будет везти нашу принцессу через все вот эти вот границы, которые у нас тут будут. Ладно, ребят, мы это с вами увидим. И в данный момент у нас логово летучих мышей. Вонючки. Да-да, вонючки они. Самые натуральные. Так, погнали, ребятулечки. Посмотри, он просто игнорирует. Он просто игнорирует. Так-так-так, тихо-тихо. Мои ребята держатся молодцом. Как видите, не паникует, не пасует. Все отлично, все хорошо. Крысят бомбят. Отличненько. Зергуд, я бы так сказал. Так что, ребятулечки, с вами двигаемся дальше. Надо будет вот эти вот сундучки еще посмотреть. Я помню, что раньше в этих сундучках добротные были такие плюшечки. Не знаю, как здесь, как сейчас. Но раньше было все довольно-таки достойно. Особенно ревард с боссов мне очень нравился. Так, Дональд. Говорят, для выдающихся людей судьба готовит выдающиеся испытания. Победив главного злодея этого мира, вместо почестей и восхищенных взглядов красавиц, Дональд вынужден вновь бродить по каким-то мрачным подземельям. Что же, госпожа судьба, вызов принят. Прославленного не слабить так просто. Ну, понятно, понятно, Дональд. Дональд, как всегда, ребята, в своем репертуаре хвастлив, но в меру упитанный. Чувачок. Ну, а как еще назвать, елки-палки. Ладно. Скажем так, не в меру, а очень, ребята, хвастлив и очень заносчив. Ну, нам на это плевать, потому что мы с вами тут 30 этапов. Мы прошли только 3. Врагов 2 будет. Так, тайный глаз. Хм, щенки. У меня 2 миллиона 10 тысяч мощей. Ой, 2 миллиона 100 тысяч мощей, а у него 930 тысяч. Поэтому, ребят, будем рвать их как, я не знаю, кого. Как Тузи Гревку. Ну, как видите, все шикарно идет. Великолепно просто. Мне просто хотя бы, ребят, дойти бы до первого босса. Уж больно сильно хочу посмотреть, кто там. Милорд, наш новый таинственный враг, увлек принцессу в подземелье. Но мы вот-вот нагоним его и освободим Оливию. Ты и в прошлый раз говорил так, Дональд. А потом мы преследовали врага до самой бездны. Не лучше ли сменить полководца? Не вмешивайся в мой доклад, старик. Твоя роль сидеть в замке и варить кашу для твоего беззубого рта. Ненавижу тебя. Дональд, успокойся, успокойтесь вы все. Со мной случилось самое лучшее на свете. Я наконец-то обрела любовь. Принцесса, послушайте. Вас околдовали. Ваша воля в чужих руках. Потерпите. Мы скоро спасем вас. Слушай, ну, мне нравится. Развитие сюжета мне уже нравится. И это хорошо. Самое главное, чтобы затягивала коварная ловушка, ребята. Первая коварная ловушка. Крыс. Гигантский крыс. Сто тысяч яблок нужно. Ладно. Что не сделаешь ради вас, ребятули? Подожди, подожди. Давай уменьшим скорость. А мы его порвем. Мы же его просто нахлобу... Подожди. Опа, тихо. Тихо, ребята. Тут нежданчик был. Он и про... Воу. Действительно коварная ловушка. Фух. Я успел. Я успел. Отразить такое жестокое нападение. Ты представляешь? Офигетушки было. Да. Хитро придумано. Ничего не поспоришь. Так, дайте я яблочки соберу. Так. Вот это все тоже заберу, ребят. Так, ну что же. Мы с вами продвигаемся дальше. Пещера Гулково Эхо. Вперед. Так, да и ладно, что у меня там добавить. Ну давай добавим. Я же буду... А, я же использовал. Да, ребят, я использовал. Поэтому... Поэтому давайте... Подожди, подожди, подожди. Не использовать мне надо. Ладно, фиг с ним. В бой, ребят. В бой. Все. Я хотел просто сделать. Мы два использовали. Ну, и надо было, конечно же, заменить. Вот эти вот крысята меня бесят, на самом деле. Потому что они игнорируют моих бойцов. И просто их проходят. Так, секунду. Тут выходит все из-под контроля. Почему они... Так, минус. Отлично. И скелета разбомбили. Замечательно. Победа. Конечно же, ребята, за нами очередная победа. Так, что у нас тут? О, Оливия. Так, и Сэр Мол. Тут разговор у них идет. Так, Сэр Мол. В моем подземелье примерно 6570 квадратных километров. Цифры, разумеется, ложные. Разве я дурак, чтобы писать здесь то, что может мне повредить? Но факт остается фактом. Мое подземелье самое большое и самое защищенное в этом мире. Да, защищенные. Ведь я всегда на стороже. Оливия. Уранус, праздник моего сердца. И я хочу, чтобы ты знал, ты лучший, что было в моей жизни. Даже лучше того платья, которое мне подарили на совершеннолетие. Черт, я злюсь сама на свою мелочность. Я никогда не испытывал такого большого и чистого чувства. Хе-хе-хе-хе. Ай, Оливия. Действительно, ее, по-моему, ребята, колдовали. Так. Ёлки-палки. Сколько нам еще надо босса-то пиликать? Тоннель страха. Оу. Мощь повысилась, кстати. И появился голем. Оу. Орки. Ну, роднули мои. Я по вам просто соскучился. Орки, големы. Это ж, ребята, самое-самое начало. То бишь, можно сказать, это цинус-пик самой игры. Ну, големы, конечно, боялись позже, но орки это просто имба из самого начала. Просто посмотрите самые первые ролики, когда они были коварными. Или мы были слишком слабыми. Или орки были слишком злыми. Но сейчас они для нас мясо. Да. Так, мой лукарь там бедный, отравленный. Но все-таки забомбил. Забомбили ребятулечки моих. Да. И сразу же двигаемся дальше. Ух ты, тут слишком много, ребята, диалогов, я смотрю. Так, сэр Мол, то есть Крот, говорит. У меня слишком много золота, чтобы я мог спрятать его как следует. Что же делать? Без паники, Молли, без паники. Пять после полудня пора выпить чаю и успокоиться. Мне не нужны твои богатства, Мол. Мне легче. Ну, не намного. Это правильно, потому что твои богатства нужны тем, кто идет вслед за мной. Что? Кому? Этим людям? Проклятие, я пролил чай и теперь еще больше в напряжении. Я уничтожу их до того, как они возьмут хотя бы одну монетку. Уничтожу! Правильно, Мол, правильно! Ага, значит, все-таки первым боссом будет у нас Мол. Ну что же, я думаю, успеем, наверное, мы до него дойти или нет, не знаю. Но разработчики постарались, по крайней мере. Тут диалогов дюжи больше, чем в прошлой части. Так, нахлобучиваем, нахлобучиваем. Ага, минусанули, минусанули. И крысят этих тоже сейчас в минус отправим. Шик и блеск. Такие лежат от них. Дымок идет. Сырный, так сказать, дух. Испускают они. Так, подожди, что это такое? Мне не надо этого ничего. Все нормально. Так, двигаемся дальше. Сразу же, по горячим следам. Опасный спуск. Големы, орки. Так, да не что, что не полностью восстановили здоровье. Я думаю, что мы справимся. Итак, на худой конец, ребята, у нас есть заморозка. Ну и артефакт, как говорится, срабатывает. Как видите, заморозочка, правда, не срабатывает на них, но все-таки. Прерывать заклинания она тоже может. Так. Вот и все. Делов-то на копеечку, елки-палки. Хочу просто дойти до босса и посмотреть ему в глаза на этого крота, сэр Мола. Ну-ка себе. Опять. Опять, ребят, какая-то приколка. Темный переход. Темный переход. Значит, здесь орк. Очень глупо воровать у сэра Мола. Этот офицер бушующих ветров теперь нескоро расплатится за свою площадь. 10 лет бесплатной работы и никаких отчислений в пенсионный фонд. Дальний бой, магический урон. Так, воскричай. Союзников? О-оу. Так. Это будет серьезное, ребята, испытание для нас. Знаете, что мы сейчас будем делать? Смотрите внимательно. Я не успел, я не успел, ребята. Хотя, погоди-ка, погоди-ка. Парнишка, а тебе, по-моему, кранты. Мы его оглушаем. Не понял. Как это... Как он так это сделал-то? Главное, отступил назад и воскресил опять големов. Ну. Минус. Отлично просто. Великолепненько. Справились. Так, мы еще одну с вами ловушку, как говорится, обошли. Передайте лорду, моему бывшему жениху, что я благодарна ему за все, что было. И за то, что он так упорно старался освободить меня. Но мое сердце больше не с ним. Уранус обещает, что у нас будет самая впечатляющая свадьба на свете. О да, впечатлений у всех будет масса. А сейчас, дорогая, нам пора. А то эти люди догонят нас и отнимут тебя у меня. Ах, я не переживу. Они до сих пор не верят, что я с тобой по своей воле. Как же это грустно. Только единственное, мне хотелось бы знать. Неужели это Уранус так мог тебя приворожить? Или же, опять же, какая-то чародейская магия? Причем, ну я тоже в это не верю, что ты по своей воле, во-первых, в шоке. То есть, он как бы здесь не при делах, он сам удивлен. Так, ну что, ребятулечки, давайте, наверное... Раз, два, три. В принципе, до босса осталось совсем ничего. Пещера со светлячками. Никаких светлячков я здесь не вижу. Но я вижу очень много крыс. И опять же, скелетики, да? Давай быстренько их. Воу-воу-воу, дайгерчик, смотри, ребят. Орк-дайгер. Кстати, давно я не видел, чтобы у орков были кинжалы. Они все время с мечами бегали. Но тут хитро придумано. Так, подожди, что-то мне не нравится тут. Моего луччика, бедного, расстреляли. Все. Зер год. Победили. Так. Побежали, побежали дальше с вами. По-быстренькому. Там четыре, ребята, боя всего лишь осталось. Там, наверное, будет длинный диалог. Потом, да, у них. При встрече. Он захочет. Он, наверное, подумает, что мы пришли золото тырить. Сэр Молла. Ну, а мы, на самом деле, захотели информацию. И уже миллион двести. Ой, миллион двадцать мощей. Неплохо. Растем. В прогрессии, так скажем. Давай сюда заберем. И приготовим на заменочку. Ага. Не хватает манны. Я, в принципе, знаю, где взять ее. Но не хочу, ребят, пока оттуда вобрать. Там НЗ, так скажем. Оп, оп, оп. Смотри. Два даггерщика. Орки-даггерщики. А мне нравится. А мне нравится, что у орков вот есть кинжалы. А раньше, я как вспомню, с какими-то там древними посохами бегали. Я всегда говорил, ребят, ну сделайте... Ну, разработчикам я имел в виду, что сделайте какое-то разнообразие. Да, они потом все это сделали, переделали. И стало все намного красивее. Так, ну, ребят, побед за нами. Надеюсь, сейчас все будет тихо-мирно. Или опять же диалог. Нет, все хорошо, все тихо. Мы с вами двигаемся дальше. Ребята, три боя осталось. У нас мрачный закоулок и кончились яблоки. Блин. Ну что же. Мне, наверное, придется все-таки воспользоваться вот этим вот, ребята, предложением. Поддельность я не могу взять, да? Я могу только взять все сразу, всю награду. Эх. Забираем. Все забито. Все, ребята. Под завязку у нас. Так, а что я могу сделать? Я могу хоть что-нибудь куда-нибудь потратить. Так, ну, во-первых, я могу изготовить магию. Так ведь? Давай под... Все? Потратился, называется. Золото мне не нужно. Железо мне не нужно. Может быть, крафтик какой-нибудь заказать, а? Ребят, что скажете? Так, у меня что там по амулетам? Никто не помнит? Я вот лично уже и забыл. Так. Что, у меня вообще, что ли, все в леге? Ой, елки-палки. Ребят, у меня еще сундуки остались. Я их еще и не вскрывал. Офигеть. Так, ладно. Это все будет потом в ближайших, ребят, сериях. Ладно, пойдемте. Мне хочется все-таки добежать до босса. Очень сильно хочется. Я думаю, что вы тоже, наверное, были бы рады увидеть, что это за мол. Сможем ли мы его одолеть и так далее и тому подобное. Так. Один голем минус. Так, второй. Не понял. А кто их рессает? Наверное, кто-то здесь. Искрысят. Есть рессальщик. Скорее всего. Я больше чем уверен. Ну, давай, давай, давай. Падай. Все. И победа за нами. Нам, в принципе, золото и все это не нужно. Так. Двигаемся дальше. Так, подожди. Пускай немножко, наверное, восстановится здоровьица, да? А мы можем пока с вами, знаете, что сделать? Вскрыть пару сундучков. Давай вот это посмотрим. А, ну тут обычный, да? Вау, здесь лишь яблок. Все дела. Так, закрываем. А тут что? Так, вот это разбираю сразу же. Вот это тоже. Так, а это оставляем. Так, по яблокам, по яблокам еще есть местечко. Что это за сундуки? Давай открывать их. Десять тысяч. Давай следующий открываем. Так, это серые, да? Разобираем. Тоже разбираем. Так. Все, ребята. Пока больше открывать ничего не надо. У нас яблок на пределе. Ну что, 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 что там произошло? Где? Какая? Во! Голем тут появился огненный. Так. Поехали, ребята. У нас здесь опять же орки, опять же крысы. В общем, все дела. Давайте их рвать, мельтешить. Ну? Тут, главное, такие, да? Уже есть воеводушки, которые побольше по росту. Не понял, а кто это? Крысы, что ли, резают? Так, ну к секунду. Что-то здесь не чисто. Смотри. Что-то тут не то. Так, минус. Давай, 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 давай. Быстрее крысы этих вали. Потому что они, по-моему, резают. И травят. Причем, ребята, они моего лучника. Вы заметили? Бросают свой сыр вонючий в лукаря. И лукок там, бедный, задыхается. Но у него довольно хорошее уворотилось. Поэтому он уживает. Я самый богатый в этом мире. Это огромная ноша, которую очень тяжело нести. Раньше у меня был друг. Он был таким же, как и я. Понимал меня. Нам было хорошо вместе. Но он бросил меня. У меня остались только мои сокровища. Они спрятаны повсюду. И я не могу уследить за ними. Я не могу успокоиться. Опа. Монетка. Прямо в проходе на полу валялась. Грабители. Вы прикоснулись к моим богатствам. Теперь вам нет пути назад. Монетку нашли. И вот взбесило. Кстати, этот сэр Молл очень похож на крота из мультика Дюймовочка. Поверьте мне, очень похож. Так, ну что же. Я знаю, что мы к нему подобрались практически. Темный провал. А, темный провал это уже другое. Все, ребята, мы подошли к боссу. Давайте смотреть. Вот это вот, ух ты, награда. Так, вот это вот и есть босс. Этот убийца родился в самых темных закоулках подземелий Мола. Он никогда не видел света и готов разорвать все, что попадется к нему в лапы. Вы можете бежать, но вам не спрятаться. Ближний бой так-то... Все, я понял. Поехали. Да, я хочу, хочу начать битву. О-хо-хо-хо! Нифига он громозека! Так, тихо. Травим их. Так, погоди, 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 погоди. Не шуткуй со мной. Давай заморозим их. Фига у него здоровье там. Еще заморозку. Так, этого убили. Давай вот теперь все переключаемся на этого крыса. На гигантского. Так. Ну что, неплохо, неплохо мы его разбираем. Но это первый босс, ребята. Уже такой жесткий. Давай, 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 архаровцы мои поднапряглись. Малька оглушили мы его. И... Да! Хе-хе-хе. Отдуплился, сынок. Там тебе и место. Ух, награда за победу над боссом. Да ладно. А, вот как. Ух, вот это мне нравится. Вот так вот. Хорошо, отлично. Победушка. Ладно. Все чеки-пуки, ребята. Все нормуль. Мы с вами одолели первого босса. И полпути у нас пройдено. То есть, получается, как бы 15 уровней из 30. Так что, дорогие мои друзья. Давайте-ка на этом сегодня мы завяжем. Закончим. И обязательно увидимся с вами в следующей серии. Как говорится, будем не спешить. Я хочу насладиться, ребята, игрой. А не нестись по ней, как сумасшедшие. Так что, всем пока. Всем удачи. И до новых, ребята. Скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok